Ну, конечно, для нас сегодня потеря очков не запланированная. Безусловно, мы не рассчитывали сегодня потерять очки. Готовили серьезнейшим образом. Не было у нас никакой недооценки соперника. Мы проанализировали игру Минска против Баттея. Видели, что команда ни в чем не уступила Баттея. Мы также в этом году уже встречались в кубковых баталиях против Баттея. И мы понимали, что игра будет непростая. Поэтому с этой точки зрения, конечно, я не удовлетворен результатом. Ничейным. Все-таки для нас, еще раз повторюсь, это потеря очков. Что касается самих моментов, которые были в игре. То, конечно, чтобы выигрывать матчи, надо, безусловно, стремиться создавать больше голевых ситуаций. Для того, чтобы не доводить дело до решающего эпизода, который произошел в конце. На стандартном положении, где мы забили гол. Но судья посчитал, что была атака на вратаря. Не будем искать, конечно, в этом какие-то моменты относительно судейского решения. Еще раз повторюсь, это все внешние факторы, на которые нам не стоит обращать внимание. Нам важно стремиться больше создавать голевых ситуаций. И забивать голы не на 90-й, на 89-й минуте. А все-таки раньше реализовывать свои голевые ситуации для того, чтобы выигрывать такие матчи. А Минск, достаточно, еще раз говорю, боевито, дерзко, в силу своего кадрового ресурса. Молодые ребята, посмотрел в заявку тоже. 2004, 2006, 2005, 2003 год рождения. Поэтому понятно, что ребята играют, ничего не давлеет. И стараются показать свои лучшие качества. Поэтому сегодня, еще раз повторюсь, мы не заслужили победу. Спасибо. Вопросы? Иван Валуев, Белорусский футбол. Сегодня дебютировал Павел Апетенок. Почему выбрали его, а не Алексея Гавриловича? Алексея Гавриловича не было в заявке у нас. Он приболел, температура накануне поднялась. Поэтому с этих соображений мы, безусловно, располагаем Павлом Апетенком. Да, он молодой парень, сегодня его дебют случился. Но почему бы и не доверять, он хорошо смотрелся до отъезда в сборную юношескую. И сейчас он в хорошем тонусе игровом, потому что провел за юношескую сборную достаточно много игр. И на Кубке развития, и в Боснии, и Герцеговине они участвовали в этапе евро-юношеского турнира Европы. Поэтому здесь мы не сомневались в том, что он справится. Единственное, что, конечно, я заменил его не потому, что он там выпадал из игры. Нам хотелось все-таки перестроение сделать для того, чтобы более конструктивно действовать при начале атаки и быстрее доставлять мяч в зону обороны соперника. А почему отсутствовал сегодня Артем Каратай в заявке? Каратай, травма. Он приехал после молодежной сборной, травмирован. Он получил травму в составе молодежной сборной, поэтому мы это узнали уже перед матчем с Грецией молодежной сборной, что он не будет играть, потому что уже тогда перед матчем с Грецией случилась травма на тренировке молодежной сборной. Еще вопросы? На этой неделе закрылось трансферное окно, поэтому не могу не спросить про трансферы Минского Динамо. Почему вы решили подписать Владислава Васильева и довольны ли вы его игрой? Владислав Васильев довольно качественный игрок. Он сегодня дебютировал у нас в официальном матче. Перед этим он сыграл в Калининграде один тайм, второй тайм. Мы знаем его возможности. Он уже себя довольно эффективно проявил в нашем чемпионате в предыдущие сезоны. Поэтому 26 лет, хороший возраст, хорошая техническая оснащенность, хорошее игровое мышление. Поэтому, конечно, мы рады приходу Владислава Васильевна в нашу команду. Я уверен, что он нам поможет в решении наших задач. А чем вызвал интерес бразилец Рай Лоббис де Оливьера? Вызвал интерес тем, что у нас проблема леозащитника с уходом Аринио Ивакулича. Поэтому мы на протяжении всего подготовительного периода искали усиление на эту позицию. И сейчас мы, я думаю, что решили этот вопрос. Единственное, что парню надо временно адаптацию. Потому что адаптацию я имею в виду даже часовые пояса. Он прилетел, прошел медосмотр. И сейчас, как только он подпишет контракт, а завтра будут его результаты медосмотра, он подпишет контракт, он к нам добавится. Мы станем более вариативны и в тактическом плане, и в плане качественного футболиста, именно леозащитника. Продолжая тему трансферной политики. Как сообщал телеграм-канал Просто Иванов, в расположении Динамо находился Эмирхан Дельбаш из Бешикташа. Как возникла инициатива пригласить его на просмотр? Ну, я скажу так, что этот вопрос, я понимаю, это не по игре вопрос, да? Значит, команда Динамо Минск, это не команда, где я буду как тренер просматривать там неделю, две недели футболиста. Мне достаточно посмотреть один день, одну тренировку, чтобы понять, подходит футболист под наши требования, я имею в виду, и соответствует ли он требованиям команды. Поэтому я даже не хочу анонсировать и говорить то, что этот футболист был в нашем расположении. Он провел у нас одну тренировку, и после этого было принято решение с ним никакого сотрудничества не предлагать ему. Ну и последний вопрос, какие ожидания от матча с Нафтаном на следующей неделе, который состоится? Как и от любого матча в чемпионате, наша цель стремиться к победе в каждом матче. Мы чемпион страны, и естественно, еще раз говорю, для нас любая потеря очков с любым соперником, это независимо от его статуса, от его ранга, от его местоположения в таблице, для нас любая потеря очков это как неудача. Поэтому, естественно, к матчу с Нафтаном у нас только будет настрой на стремление одержать победу.